МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадиокомпании Гомель. У студии и працу Александр Гамоля. Глядите в этом выпуске. Школьное житё. После долгих каникул занятки наведывая около 40% наученцев. Город без барьеров. У Гомеле проходит конкурс студентских архитектурных проектов. Каваные оружие для назавжды молодых девчат. До юбилея перемоги приводят у парадок помник Яничицам. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Школы Гомельской области працуют в штатном режиме. И хоть частка наученцев по коль застаётся дома, с каждым днём колькасть тех, кто приходит на занятки, повеличивается. Сегодня наши корреспонденты наведали одну из средних научных установ. Гомельская 27-я средняя школа працует в звычайном режиме. Хоть некоторые нововведения, связанные с суперэпидемичными мерами, всё же таки есть. Одразу на уходе стенд с информацией, которая может быть корыстной для наученцев и их батьков. Плюс постоянная уборка у всех поверхностей с дезинфицирующими сродками. Усим школьникам опрацовывают руки. Причем делают это наставники при уходе в установу. ГТД сродок не утромливает спирт, а тому беспечный для наученцев. Перед первой и второй сменой обрабатываются в кабинетах поверхности парт, поверхности стульев и скамеек. На пищеблоке вся посуда моется в вирулицидном режиме. Перед входом в обеденный зал и во всех санузлах дозаторы с жидким мылом. И мы решили нашим учащимся напомнить, как правильно мыть руки. Конечно, ограничены массовые мероприятия, какие-то экскурсии учащихся. Усе наставники у школы носят маски и повинны обовязково заховывать режим их змены. Отповедный расклад можно убачить у наставницкой. Что тышится школьникам, то постоянно выкористовывать маски им не рекомендуется. Администрация гарантует обеспеченное осяродье. Разом с тем, коли батьки потребуют, как дети их носили обовязково, супрать никто не будет. Одинная просьба – научить школьников правильно корыстаться масками. Практика свечит, что ответные правила ведают далеко не все. Что тышится наполняльности классов, то в 27-й школе у понеделок и она складала 30%, зараз 35%. На думку наставников, простый день эта лечба повеличится до 98%. Батьки могут принять любое решение, но, коль они супрать наведывание установы, повинны написать ответную заяву и дослать, например, про звайбер. Что тышится гурткоу, то их работа протягивается. Не спиняется и работа столовой. Харчевание бесплатное. Сегодня, например, у меню крабовый салат, макароны с колбасками, компот с яблок и кекс. У перопынках обовязковое опроветривание помешканью. И такая статистика. Зараз наибольшая наполняльность у старших классах, где необходимо будет сдавать экзамены, и у молодших. Батьки не рискуют покидать малых дома без нагляда. Мне нужно ходить на работу, и поэтому мой ребенок пошел в школу. Второй момент. Я опрашивала нескольких детей, и они сказали такие слова, что родители были на работе, ключики нам дали, и когда родители ходят на работу, то они ведь не видят, что делают дети дома. Они выходят на улицы, они там контактируют неизвестно с кем. И это более опасно, нежели ребенок в школе, там, где проходит дезинфекция, все обрабатывается. Поэтому четко знаю, что он в безопасности. Подчас протяглых каникул наставники имкнулись протягнуть научальный процесс дистанционно. Тому ответный опыт у 27-й школы есть. Разом с тем тут лечить, что это не самое лепшее выезде. Уреште задача школы не только дать необходные веды, а и научить детей жить в громадстве. Мы освоили приложение Дискорд, 5-11 классы проводили поддерживающее занятие с приложением Дискорд. Начальные классы использовали Зум, Скайп, ну, то есть, в принципе, это возможно. Но, подчеркиваю, ни одно дистанционное обучение не заменит прямого общения ученик-учитель, ученик-ученик. Олег Сентюроу, Сергей Нигаревич, Валера Игапанько, телерадиокомпания «Гомель». Электронный кермаш вакансий, яке пропонуют гомельские предприемства, пройдет 23-го кроссовика. И он проводится на 1-й информационной плясовце и вакансии.by. Это позволяет в онлайн-режиме забеспечить промы и активный диалог наймальника с уискальником, а так само передать свое резюме и задать пытание. Послуга будет доступна завтра с 10 до 12 годин. 26 свободных працевных мест пропонуют у приватности «Гомельский завод станочных вузлов» и «Химичный завод». Правсоюзные правовые приемы пройдут 23-го кроссовика по всей краине. В этой месяце они проводятся без выезда в регионы. Консультовать будут по телефону, номеры о которых можно доведаться на интернет-портале Федерации профсоюзов Беларуси, а так само у организации профсоюзов своего города или района. Больше как 100 юристов Федерации профсоюзов окажут допомогу грамадянам по пытаниях, связанных с обороной працевных правов и социально-экономичных интересов. В минулом году такой максимальностью скоростались больше как 4 тысячи человек. Анализ воротов показывает, что основная колькость припадает на правовые пытания, которые закорнают працевную деятельность грамадян. Актуальна так само тематика применения жильевого и пенсийного законодавства. Город без барьеров. Под такой назвой у Гомеля в першиню проходит конкурс студентских работ. Удельники повинны пропоновать архитектурные решения по адаптации городской просторы для людей с инвалидностью. Умовами проекта подсекавилася Вероника Гамзюкова. Конкурсантам пропонуют с некольки номинаций адаптация парков и городского сяродя для чебно-оздоровленной установки, громадского будинка и спортивного объекта. Для каждого на прамку предугледжены свои пляцовки. Для работы по адаптации парков и городского сяродя пропонуются два объекта – сквер по улице Юбилейной и пляж для в озеро Роповское в Советском районе. Организаторы чекают и проект доброго упорядкования территории санатория машинобудовник. Так само конкурсантам пропонуются распрасывать пляцовку для параворкаута на территории Центра инклюзивной культуры и Гацар по паралимпийских и дофлимпийских видах спорта. Для Центра социального обслуговывания насельництва Центрального района можно подрихтовать дизайн по мешканию, парабилитации и адаптации инвалидов. А кроме того, идея-концепция должна размещать в себе комплексное доброупорядкование, прилеглое до будинка территории с распроцовкой у выходу, начинаючи с припынку громадского транспорта. Весь смысл этих проектов, чтобы они, может быть, из этих пяти-шести проектов, что делают студенты, наша надежда, что воплотятся в жизнь, конкретно в этом месте, именно конкретно у этих объектов. Хотим, чтобы это сыграло какую-то роль, чтобы был стимул дальше заниматься благоустройством нашего города, инклюзивного города, в сфере новых идей доступности, новых идей универсальности этого дизайна. Подобный конкурс у Гомеля проводится у першиню. Проекты реализуются при поддержке Комитета архитектуры и будовництва Гомельского облвыконкама и Управления будовництва Гарвыконкама. Их представники будут в составе жюри. Мета – выбрать проекты, которые отвечают принципам универсального дизайна. Такие, как на вызначенных объектах усим было комфортно, и людям с инвалидностью, и здоровым наведывальникам. Корысть от этого конкурса отримают все баки. Для людей с инвалидностью заявится новая уладкованная простора, а авторы работ смогут отримать в опыту распроцовца архитектурного проекта. Мы очень надеемся, что они дадут толчок для постоянной совместной работы на будущее. Это не будет разовая акция. Я думаю, что от этого выиграт и все. И город получит, можем сказать, бесплатный человеческий ресурс для решения таких задач по формированию инклюзивного, не только отношений, но и отношений в том числе, но и созданию безбарьерной среды в наших городах и населенных пунктах. У конкурсу могут удельничать студенты, магистранты и аспиранты, архитектурных, будовничих, мастацких, техничных и дизайнерских установ новоэдукации в возрасте до 30-ти годов. Работы принимаются на кафедре архитектуры и будовництва Белду до 5-го червяня. Организаторы сподзаются, что лучшие проекты будут увособлены у життё. Вероника Гамзюкова, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». Супрацовники Гомельского областного комитета природных ресурсов и аховы новокольного осяродя проводят в мониторных супрацпажарной ситуации в экосистемах региона. На жаль, коли мерковать по колькости выявленных вогнишов, многие по раннейшим не уявляют отпочинок без открытого огню. В этом переконалися и наши корреспонденты, которые сегодня накировались в рейд разом с экологами. В мониторных ситуаций в экосистемах экологи проводят что день. На этот раз машина выезжает на берег Любинского озера. У якости помощника квадрокоптер. С его допомогой можно оценить ситуацию на великой отлеглости. Коля одной из дорог, выпаленная территория, площадь коля 4 гектара. Видовочно, что у сгорания почалося скинутые прозвакно машины непотушенные цигареты. Шмат на березе озера и в огне шоу. Люди явно не мгнулися заховывать супрацпажарную безпеку. Экологи звертают увагу, палили не только древы, а и пластиковый посуд, кобни нести до дому. Хоть есть и другие приклады. Александр Саучик выкористовывает мангал. Такие способы приготовления ежи не заборонены, но супрацпажарные меры Гамельшанин все равно прямая. В пользу мангал для того, чтобы, во-первых, это безопасность, возможно, возгорание травы. Возле мангала у нас присутствует с собой пожарная безопасность, вода в машине присутствует, если вдруг понадобится пожарный баллон. И все для того, чтобы... И, во-первых, это культура человека. У залежности от нанесенной природы шкоды структуры, яке ожитивляет контроль о населенных пунктах и экосистемах, могут обмежаваться попереживанием, ти выписать штраф. Такие приклады есть так само. За выпаленный яктар рослинности налишись коля 200 базовых велешин. Только у якости компенсации шкоды нанесенной рослинности. Плюс особный штраф за загинувших живел и птушек. Жихар Мазырского района, например, який наумысно выпаливал траву, у выникучаго отбился пожар на площади у 0,3 гектара, повинен выплатить коля 2500 рублей. Административная ответственность довольно серьезная предусмотрена за данное правонарушение. Поэтому, чтобы не считать потом нам вместе с ними базовые величины, в том числе за вред, причиненный к окружающей среде, необходимо добросовестно относиться к окружающей среде и охранять ее по мере сил. Олег Шансюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Вечно квитнеючая ружья для вечно молодых девчат. В Сельмашевском районе Гомеля до 75-ти годе перемоги приводят в парадок помник невядомым зяничицам. С 2014 года кожуруб Сельмашевская суместно с заводом станочных узлов шевствует над монументом по улице 8 Инчагародни, что год яны допрацовывают его оформление и уладковывают новокольную территорию. Так тут заявились мастацкие росписы и яблоневый сад. Два года тому, в День Пирамоги, невядомый человек покинул напомнику кованую ружу. Праз в год история полторылась. Коммунальники нанесли наружу и оборону от коррозии, пофарбовали их и замоцевали напомнику. Все летовушние автомеханичных околеджи выросли додать до композиции яше шесть металличных квиток. Капкожная похованная девчина зяничица отрымала свою. До юбилея Пирамоги у районе проводятся и иншие работы по добропорадкованию. К 9 мая мы провели инвентаризацию памятных досок, которые у нас находятся на улицах, в честь чьих фамилии названы данные улицы. Это Бориса Царикова, Ефремова и многие другие. Мы их сняли, при этом полностью проинформировали население о том, что будут проводиться работы по их восстановлению. Нашими художниками завершена работа по восстановлению данных памятных таблиц. И сейчас они снова возвращены на свои места. А кроме того года, 9 мая Кожару Псельмашевская проводит акцию для ветеранов района. Коммунальники бесплатно проводят им ремонт сантехники и электропроводки. А так само они которые будут давнейшие работы с выкористанием материалов заказчика. Подробязности можно найти на сайте предприемства. Великодный концерт камерного хора Гомельской областной филармонии прошел сенья у колонной зале Палаца Румянцевых и Паськевичев. У першиню их истории и коллективу на мероприемстве не присутничали глядачи. Убачить выступление ожидающие могли, дякуючи трансляции на сторонках телеканала «Беларусь-4 Гомель» в социальных сетках, а так само на официальном канале у Ютуб. Знакомитый коллектив выступал под керавництвом заслуженного деяча культуры Республики Беларусь, мастацкого керавника и дирижера Олены Соколовой. У программы концерта духовная музыка розных ста годзев, заходняя европейская и русская классика, джаз, романсы и народные песни. У выконаний солистов камерного хора ведомые творы каждый раз набывают новость мест. Заболела голова, заболела голова, вы вядите, ко мне приводите, для кого же я люблю. За 30 лет моей работы это первый концерт, который мы даем без слушателей. Он необычный, но он очень ответственный для нас. Это гораздо сложнее, потому что, когда я вижу лица своих слушателей, потому что энергетика идет от нашего хора, от музыки, и отсюда, конечно же, идет, от слушателей, легче нам так петь. Ну а так, конечно же, поскольку это необходимо, и мы с радостью приняли это решение, петь онлайне. Благодарим, что нам оказались такую честь. Трансляция концерта проходила в рамках проекта «Музыка без межау». Доведаться об им больше можно будет заутро в 21-25 хвилин от гостей программы «Добрый вечер, Гомель». В программе так само покажутся лепшие номеры великодного концерта. Православная церкова рекомендует верникам устрематься от наведывания могилок на Радуницу. День церковного поминания померлых приходится на авторок 28-го красавика. Улишивающий складанную эпидемичную ситуацию, архиепископ Гомельский Жлобинский Стяфан закликая верников принять разумное решение, заставаться дома и молиться об родных и близких, которые сошли с життя. Кировник епархии так само нагадывая, народный звычай приносить на могилки ежу и спиртные напои, не з'является православной традицией. Христианские обычаи, когда мы с вами пришли на могилу наших близких людей, родственников, пропели тропар воскресенью Христову, Христос воскресе произнесли, положили крашеное яйцо и ушли, ушли, чтобы за них помолиться дома или в храме. Я всех вас призываю благоразумно отнестись к нынешней ситуации, быть бдительными от нашей жизни и о нашем здоровье, заботиться о тех, кто находится рядом с нами, заботиться о наших ближних, ибо дар жизни – это бесценный дар, данный нам Богом. Это и другие новины. Информацию о проектах телерадио компании «Гомель» вы можете знайти на нашем сайте, в интернете по адресу www.tvrgomel.by На этом выпуск завершено. Усяго доброго и до встречи эфира. Эфир телеканала «Белару-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Водителю из Еремина, который погрузчиком наехал на работника ЖКХ, грозит лишение свободы. Прокуратура направила суд уголовное дело обвиняемого. По версии следствия, он причастен к причинению смерти по неосторожности. Это произошло в ноябре 2019 года. 27-летний водитель погрузчика двигался задним ходом и не заметил коллегу. Пострадавший умер в карете скорой помощи от тяжелых травм. По мнению следователей, водитель нарушил правила охраны труда. Музырская милиция поставила точку в деле о кражах из автомобилей. Ей удалось найти подозреваемого, который по версии предварительного следствия причастен к серии хищений. 27-летний ранее судимый мужчина воровал из авто аккумуляторы и сбывал их по сниженной цене. В копилке краж задержанного с десяток фактов. Оперативники поняли, что почерк всех преступлений совпадает и смогли выйти на след конкретного человека. В ходе обыска домовладения мужчины были найдены неопровержимые доказательства его вины. Аккумуляторы похищены из машин. Возбуждено уголовное дело. Загорелся от газовой плиты. В деревне Жмуров Кореческого района во время приготовления пищи на местном жителе воспламенилась одежда. С ожогами различной степени тяжести мужчина был доставлен в больницу. Накануне от полученных травм он скончался, сообщили в управлении МЧС. В Следственном комитете сейчас выясняют обстоятельства чрезвычайного происшествия. Погибший в Жмуровке единственный трагический факт по линии МЧС не пострадал. В Гомеле на улице 1-я Новолюбинская огонь повредил два дома и хозяйственную постройку. Хозяева покинули жилые помещения еще до приезда МЧС. Рассматриваемая причина пожара – занос постороннего источника зажигания неустановленным лицом. Нарушение правил эксплуатации печного отопления не довело до добра в деревне Боков Мозырьского района. Там в результате пожара без крыши и мебели осталась сдача. А по причине нарушения правил использования электроприборов и электрооборудования едва не произошел большой пожар в квартире пенсионерки из областного центра. Возгорание произошло на кухне, но огонь был потушен до прибытия работников МЧС. Они напоминают, что нельзя пренебрегать правилами пожарной безопасности в быту. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Федерация хоккея Беларуси подвела итоги по посещаемости матчей хоккейного чемпионата Беларуси сезона 2019-2020. В среднем на каждый матч приходили 835 человек. В прошлом году эта цифра достигала лишь 670. Наиболее успешно болельщиков привлекали три клуба. Гомель, Брест и Новополоцкий химик, у которого, к слову, и зафиксирован максимальный прирост зрителей 90%. У Гомеля и Бреста 85 и 83% соответственно. Самые посещаемые матчи в этом сезоне у Рысей. 1675 зрителей на трибунах за игру в среднем. Почти на сотню отстает Оршанский локомотив 1577 человек. Тройку лидеров замыкает Могилев 1488 болельщиков на трибунах. Напомню, чемпионом этого года стала столичная юность. Менчане завоевали девятое золото в истории клуба. По одному есть у Жлобинского Металлурга и Гомеля. Подведены итоги детско-юношеской волейбольной лиги. Мяч над сеткой соревнования в сезоне 2019-2020 также завершились досрочно. Отмечу, что команды-участницы не сыграли в финальных этапах. Они были запланированы на апрель и май. По итогам соревнований победила дружина с дюшор волейбольного клуба Минск. Наш регион представляла Мозорская с дюшор Жемчужина Полесья, которая остановилась шаги от пьедестала и заняла четвертое место. На спортивных объектах Гомельщины учебно-тренировочный процесс продолжается. Областной дворец водных видов спорта не исключение. Мы посетили тренировку по прыжкам в воду. Количество детей в этой секции уменьшилось наполовину, но занятия проходят в штатном режиме. Юные атлеты посещают бассейн и зал. Позже выйдут на улицу, когда погода станет теплее. Тренируемся, все, ничего не поменялось. Детки ходят, правда, не все, но ходят. Так, все хорошо. Половина деток ходит, вторая половина родителей ограничивает то, что переживают за здоровье. Я так понимаю. В это время ведется подготовка к Олимпийским Дням Молодежи. Турнир планировался на начало мая и должен был пройти в Минске. Однако, в связи с эпидемической обстановкой Министерство спорта и туризма приостановило проведение спортивных мероприятий с участием детей и подростков до конца мая. О переносе турнира сообщат позже. На этом пока все с новостями спорта. Вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь4.